6 тысяч километров за две недели на мотоцикле. Нам, бобручанам, такое по плечу. Андрей и Джульетта Журавлёвы путешествуют на своём чопере и по горам Грузии, и по автобанам Европы. Ребят не интересуют респектабельные отели, системой всё включено. Главное, это лента дороги, уходящая вдаль, по которой можно отправиться за мечтой. Вот такая вот незаменимая штучка, это называется сеточка такая, то есть её на ней можно закрепить на багажник что-то. Либо на заднее сидение. Их путешествия всегда начинаются отсюда, из гаража, где живёт Маша. Так Андрей и Джульетта называют свой чоппер. Лёгкие на подъём они минут за 15 планируют маршрут. Примерно столько же собираются в дорогу. Можем сидеть-сидеть, а то спонтанно решить, что надо куда-нибудь съездить, и всё. 500 километров в день для бобручан – это так, семечки. Приходилось брать расстояние и в трижды длиннее, и в трижды интереснее. Айронбуд максимально мы выполняли на этом мотоцикле, причём не планировали этого делать, так как думали расстояние несколько меньше, навигатора у нас не было, по карте посмотрели, ну где-то там 1200, а оказалось, что по 1600 мы и проехали. Это от Бобруска до Ростова-на-Дону мы доехали. И всё это за один день. Вот такой неожиданный марш-бросок. Остановки были от заправки? Такие чисто технические остановки, мы торопились, нас там ждали друзья. Это было, когда мы ехали в Грузию, и вот у нас была в Ростове точка пересечения. Эта поездка длиною в 6000 километров была для Андрея и Джульетты первым, но далеко не последним дальнобоем. Бобрусские путешественники на своей Маше побывали уже в 10 странах. За одну поездку мы на нём проехали в прошлом году. Литва, Польша, Словакия, Чехия, Германия. Вот мы на нём прокатились тоже, на этом мотоцикле. Путешествует Журавлёвы налегке. Вещей с собой берут максимально по минимуму. Тоже самое, там гели для душа, шампуньки, всё собирается. Вот такие маленькие баночки, чтобы хватило ровно на неделю или на 13 дней. Ты планируешь так, а вот столько мне надо. И минимальный комплект вещей, то есть там переодеться, чтобы там 2-3 комплекта вещей, всё, больше с собой ничего не берётся. Всё можно в дороге постирать. Постирать можно, например, в горной речке. Это когда далеко от цивилизации и с палаткой. Но от ночёвок в отелях Андрея и Джульетта тоже не отказываются. Но только от ночёвок. Респектабельный отдых по системе «всё включено» наводит на ребят тоску. Для них дорога – это свобода. Мы посчитали, что у нас есть там 2 недели времени и есть немножко денег. Мы можем собраться, но вот есть мысли Черногорию, допустим, там посетить. Как-то вот почитали, там хорошо. Я хочу побывать в Сербии лично. Ну вот как-то страна такая вот, тоже такая славянская, хочется там побывать. Есть мечты, будут и приключения. Так что...